Сегодня мы находимся в Хостинском районе, в Измайловке. А если конкретно, в ультрасовременном коттеджном поселке бизнес-класса «Лесная сказка». Мы среди гор. Рядом чайные плантации и живописнейшие водопады. Так что место для поселка выбрано крайне удачно. Сама лесная сказка является собой прекрасный образец коттеджного строительства. И мы с вами убедимся в этом лично на примере дома, речь о котором пойдет в сегодняшнем выпуске. За моей спиной находится дом, один из нескольких десятков уже построенных и заселенных домов в этом коттеджном поселке. Вне зависимости от площади, все дома выдержаны в едином архитектурном стиле. Обратите внимание на фасады. Они отделаны натуральным камнем. Давайте посмотрим территорию. Итак, мы внутри. Что же нам предлагает этот дом? Нас встречает богатое убранство. Выглядит роскошно, но не чрезмерно. Так сказать, умеренная роскошь. Внутреннее пространство дышит. И во многом этому способствуют светлые тона в интерьере. Давайте посмотрим. При входе у нас сразу домофон. Все видеонаблюдение по территории выходит. И мы можем за этим наблюдать. В кухонной зоне у нас есть портальный выход к бассейну. Мы все это сдвигаем. И получается огромное пространство. Кухонный обеденный стол большой. Когда к вам приезжают друзья. Также есть выход в зону барбекю. Где вы со своими друзьями за огромным столом можете отведать вкусняшки. Которые вы приготовите в тандыре и на шикарном мангале. Мы с вами переходим в кухонную рабочую зону. Которая оснащена всей необходимой технике. И абсолютно любой хозяйке здесь будет комфортно. Каждое помещение оснащено регуляторами. Где вы можете делать для себя комфортную температуру. Расположен пульт управления котельной. Не нужно ходить в котельную и спускаться. Можно все температуры регулировать здесь. Мы попадаем с вами в постирочную. Сушилка, стиральная машина. Полотенца сушители. Два. Ящик для белья. И зона, где вы можете набрать воды. Или помыть лапы своему питомцу. Здесь мы попадаем в кабинет. Деловая обстановка. Спокойно сели, поработали. За спиной у нас шкаф. Где можно хранить все нужные документы. Различные книги. Часы, чтобы никуда не опаздывать. Диван. Когда придут вам какие-то деловые партнеры. И вы будете что-то обсуждать. Также на первом этаже у нас сам узел. С огромным зеркалом. Душевой кабиной. Биде-унитаз. Скрытая гардеробная для вещей. И мы попадаем с вами в огромную гостиную. С классным камином. С большими окнами. С теледиваном. Где вы после длительного трудового дня на шахте. Сможете спокойно расслабиться и отдохнуть. Давайте посмотрим, что у нас на втором этаже. На втором этаже у нас две спальные комнаты. Многофункциональная детская. С выходом на задний дворик. Со своим санузлом. Много шкафчиков. И напротив хозяйская мастер-спальня с выходом на балкон, с видом на горы. Огромные окна, что позволяет получить много света в комнате. Со своим санузлом. И хорошее решение. Довольно-таки практичное, удобное. Своя гардеробная. Теперь давайте посмотрим третий этаж. Сейчас собственник расположил здесь спортзал. Также мы видим огромный диван, где можно отдохнуть. Посмотреть телевизор. Позаниматься на тренажере. Есть турничок. Также можно здесь разместить бильярд. Ну или все, что угодно. Можно сделать еще одну спальную комнату. Удобные ниши, где можно хранить много еще дополнительных различных вещей. И санузел на третьем этаже тоже есть. Для удобства мы из кухни попадаем напрямую в зону барбекю. У нас здесь, как я и говорил, огромный стол на 10 персон. Печка. Мокрая точка. Мангал. Тандыр. Вы здесь будете наслаждаться. Просто с кайфом отдыхать. Все ваши друзья будут довольны, когда побывают у вас в гостях. И мы сразу же попадаем в зону бассейна. Бассейн у нас с подогревом, с подсветкой. Есть душ. Устанавливаем шезлонги. Отодвигаем все окна. У нас открытое пространство. И наслаждаемся. На территории дома у нас есть гостевой дом. При нем есть зона отдыха. При входе мы удобно точно так же наслаждаемся перед бассейном. И давайте посмотрим сам дом. Если к вам приехали в гости родственники или знакомые, вы комфортно их размещаете в гостевом домике. Он также оснащен множеством шкафов. Кухонная зона со всей встроенной необходимой техникой. Кухонный стол. Теледиван для просмотра телевизора. Огромные окна, что позволяет получить так же много света с видом на горы. Шикарная ложа. Санузел с душевой кабиной, со стиральной машинкой и сауной. На территории дома есть просторный гараж вместительностью на 5 автомобилей с двумя въездными группами. В гараже сделан ремонт. Все аккуратненько, чистенько. Есть много стеллажей, где вы разместите уйму своих вещей. Также маленькая мастерская и мокрая точка. И давайте пройдем, посмотрим сердце котельную. Это сердце дома, котельная. Здесь установлены котлы на отопление, на воду, оборудование на бассейн. Я не буду про него рассказывать досконально. Просто посмотрите, что здесь есть. Хорошее впечатление оставляет этот дом. Большой, просторный, функциональный. На сигнализации, 7 камер видеонаблюдения. Да и сам тот факт, что поселок закрытый и охраняемый, это тоже большой плюс. Все свои и безопасно. С вами был Юрий Ячный. Если кого-то заинтересовало данное предложение, звоните, пишите. До новых встреч!